Периодически мы слышим новости об эвакуации людей из зданий, где якобы заложена бомба. В большинстве случаев сообщения являются ложными. Нередко обвиняемыми по подобным делам становятся подростки. Для них позвонить в полицию, сообщить о теракте – что-то вроде баловства. Негативные последствия ложных звонков о терроризме могут быть более чем масштабны. 1 января 2018 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, ужесточающие наказание за данное преступление. Теперь шутнику может грозить до 5 лет лишения свободы. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются преступлениями, предусмотренными статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и относятся к категории преступления против общественной безопасности. К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма относятся сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба или иных общественно опасных последствий. При этом данные сообщения являются заведомо ложными, то есть не соответствующими действительности, вымышленными и надуманными. Уголовно ответственность за преступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат вменяемые лица, достигшие 14-летнего возраста. Материальный имущественный ущерб связан с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а также убытков, понесенных иными организациями и предприятиями, взыскивается с лица совершившего такое преступление. За совершение данного преступления предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы, а в случае, если преступлением причинен крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия, то до 5 лет лишения свободы.